На сцене артисты пока в повседневной одежде, но скоро спектакль заиграет новыми красками. Декорации и костюмы уже готовы. Осталось наладить только свет. Спектакль «Любовный напиток для Давида Погосяна» дебютный. Он исполняет одну из главных партий – роль влюбленного греческого героя, социофоба Немарина. Чтобы передать дух оригинала, все арии в постановке Марины Шапкиной будут звучать на итальянском языке. Давид Погосян признается, что петь на родном языке опер несложно. В консерватории он изучал итальянский язык. А вот синтез актерского мастерства и вокальное умение быстро перестраиваться не всегда дается легко. Поначалу было непривычно, что мы переходим на речитативы на русском языке. Но уже все заучено и в принципе уже даже об этом я не задумываюсь. Ну, конечно, немного непривычно, потому что мы первый раз вышли на сцену и пространство другое. Нужно немножко привыкнуть к тому расположению предмета и куда переходить. Но я думаю, что буквально одна-две репетиции и все будет достаточно удобно. Это очень глубокая история, она современная. Она никогда не умирает, фабула этой истории никогда не умирает. То есть не Морино у нас человек немного отрешенный от материального мира. Такие люди есть, они были всегда и будут всегда. То есть он, вот у меня в связи с ним и у художника Елены Васильевны Соловьевой возник образ Чарли Чаплина. Он будет слегка похожим внешней характерностью, костюмом. В спектакле нет партий второго плана. Все события будут разворачиваться в небольшой гостинице, в которой живут пять разнохарактерных героев. Музыка была создана без малого два века назад итальянским композитором Гайтана Гденицетти. С тех пор опера стала одной из самых популярных в истории. Спектакль на сцене Самарского академического театра оперы и балетов последний раз исполняли в 2001 году. После большого перерыва он выйдет в новом формате – семистейдж. Он совмещает черты оперы и спектакля. Оркестр разместят на сцене для соблюдения социальной дистанции. Дирижер-постановщик Алексей Ньяга. Музыка сама по себе очень искрометная, очень в каком-то смысле даже непринужденная, легкая. Но это ощущение обманчиво в каком плане? Исполнять ее по-настоящему интересно, по-настоящему вкусно, если можно так сказать, на самом деле очень тяжело, потому что она, конечно, изобилует очень виртуозными, очень мастерски и сложно написанными партиями. Не только, кстати, в оркестре, главным образом, конечно, в вокальных партиях. Премьера спектакля состоится в пятницу, 27 ноября. Елена Малютина, Василий Калдашов. События.